Море огромное, лениво вздыхающее у берега, уснуло и неподвижно вдали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистих облаков, неподвижных и искривающих собой золотых узоров звезд. Кажется, что небо все ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чем шевчут неугомонные волны, сонно всползая на берег. Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутым нардостом, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над ними. Суровые контуры их округлились, одетые теплой и ласковой мглой южной ночи. Горы важно задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн упали черные тени и одевают их, как бы желая остановить единственное движение, заглушить немолчный плеск воды издох и пены. Все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубим серебром сияния луны, еще скрытая за горными вершинами. Аллаху Акбар, вздыхает надыр Рагим Адлы. Старый кримский чабан, высокий, седой, сожженный южным солнцем, сухой и мудрый старик.